На заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса. И это привело к тому, что 15 миллионов доз препарата подлежат утилизации. Американское управление по вопросам качества начало масштабную проверку. А что еще происходит в мире, знает моя коллега Наталья Раим. Спасибо, Аскар. Сразу несколько европейских стран продлевают локдаун, в их числе Австрия, Италия, Германия. Во Франции вообще объявили о закрытии страны на месяц. Это уже третий по счету карантин с начала пандемии. Всех сотрудников переведут на удаленную работу, закроют детские сады, школы и колледжи. Открытыми будут только магазины с товарами первой необходимости. Президент Эммануэль Макрон объяснил эти меры распространением британского штамма коронавируса. Локдаун начнется в субботу вечером, а закончится через четыре недели. Мы все должны быть бдительны, не замыкаться в себе, а максимально ограничивать контакты, встречи и близкое общение с другими людьми. Фармкомпании Pfizer и BioNTech увеличили планы по производству своей вакцины. Это стало возможно благодаря началу работы нового завода в Германии. Власти страны в то же время ограничили использование препарата от AstraZeneca. Только на прошлой неделе более 200 миллионов доз препарата были доставлены в 65 стран. Россия тем временем объявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса для животных. В Россельхознадзоре сообщили, что препарат прошел испытания на собаках, на кошках, норках, песцах и лисах. Эффективность вакцины оценивается более чем 90%. Сегодняшняя ситуация создания вакцины позволяет нам в любой момент приступить к этой процедуре, к вакцинации пушных зверей в зверохозяйствах в любой момент. Ученые считают, что применение вакцины может предвосхитить развитие мутаций вируса и спасти животных от гибели. Летом 2020 года в Дании зафиксировали массовое заражение COVID-19 у норок, из-за чего в стране истребили миллионы инфицированных животных. А в Британии королева Елизавета впервые появилась на публике после долгой самоизоляции из-за болезни коронавирусом ее супруга принца Филиппа. В последние месяцы королева практически не покидала Виндзорский замок. Она выступала перед подданными в декабре, когда благодарила волонтеров, которые помогали бороться с пандемией. А свои обязанности королева исполняла, как и весь мир, онлайн. Оскар?